Путиным недовольны все. За месяцы войны кремлевский фюрер настроил против себя и партию войны, и тех, кто хочет мира. В Кремле надеются, что в обозримой перспективе он уйдет, и выбирают преемника. Спросите, откуда мы это знаем? Все очень просто. В современном мире шило в мешке не утаишь. Да и информация эта не особо секретная. У представителей российских элит широкий круг общения, и их настроение — это негосударственная тайна, скрываемая за семью печатями. Все это уверенным потоком просачивается в прессу. Ниже представлен дайджест материалов независимых российских СМИ. Так вот, за время с начала российского вторжения в Украину многие представители российских элит несколько раз поменяли свою позицию по отношению к войне и ситуации в стране. Крайний пессимизм сменялся умеренным оптимизмом, а тот, в свою очередь, таким же умеренным пессимизмом. Как говорят источники, близкие к Кремлю, сейчас эти настроения сделали еще один виток. Теперь очень многие недовольны лично Владимиром Путиным. Причем этой позиции придерживаются и те, кто выступает за продолжение войны, и те, кто хочет мира. Давайте поговорим об этом подробнее. За время войны общий настрой российских элит успел полностью поменяться несколько раз. Большинство кремлевских и правительственных чиновников просто не знают, что делать, и с ужасом наблюдают за тем, как введенные санкции сказываются на их карьере и жизни. Власти не ожидали таких жестких санкций и теперь не знают, что делать. Но увольняться чиновники боятся. Это приравнивается к бегству, а за бегство расстреливают. Высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпании не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и, конечно, не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада. Никто на такое не рассчитывал. И поэтому сейчас сильнее всего фрустрированы именно те, кто работал на результат. Сейчас никаких явных достижений показать никому не удастся даже внутри страны. Про внешний мир все и так понятно. Жить все равно будет становиться хуже и хуже. Чуть позже начался патриотический подъем. Многие во власти публично призывали к войне до победного конца и даже набросились на пресс-секретаря кремлевского фюрера Дмитрия Пескова за недостаточно патриотичные высказывания о вторжении в Украину и признание высоких потерь Российской Федерации. Сейчас в оценках происходящего снова преобладает пессимизм. Жить как раньше не получится, о развитии говорить нельзя. Но как-то жить можно. Серый импорт, торговля с Китаем и Индией. Примерно так говорят близкие к правительству источники. Вместе с тем интересный факт. В Кремле по-прежнему не видят реалистичного сценария, при котором власти могли бы закончить боевые действия в Украине и при этом сохранить свой рейтинг. Через несколько недель после начала вторжения в Украину в политическом блоке Кремля начали разрабатывать стратегии того, как можно было бы этого добиться. Но придумать ничего не смогли. В Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров и без обрушения рейтинга Путина. Там жалуются, что пропаганда переборщила с нагнетанием темы нацизма. В Кремле уверены, что большинство россиян всерьез воспринимают войну как борьбу с нацистами и нацизмом. В подтверждение этого они ссылаются на результаты закрытых социологических опросов. Российские власти много лет используют их. Аналитические материалы о настроении граждан России или их отношении к чему-либо для кремлевского фюрера готовят сотрудники Федеральной службы охраны, ФСО, которая в основном занимается безопасностью первых лиц РФ. Именно их глазами бункерный дед видит страну. С опорой на эту аналитику принимаются важнейшие политические решения Кремля. Довольных Путиным, наверное, почти нет. Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций. С такими санкциями жить нормально нельзя. Россия стала мировым лидером по объему наложенных санкций. Ястребов не устраивают темпы спецоперации. Они думают, что можно действовать решительнее. Так описывают настроения среди российских элит источники, близкие к Кремлю, президентской администрации и правительству. Они уточняют, что позиция ястребов, в первую очередь силовиков, проста. По их пониманию, раз уж ввязались, давать слабину нельзя. Надо действовать жестче. Под этим жестче подразумевается широкая мобилизация резервистов и война до победы, в идеале до взятия Киева. Однако на мобилизацию в Кремле не готовы. Все те же закрытые социологические исследования ФСО говорят, что даже россияне, которые поддерживают так называемую спецоперацию, не готовы воевать сами или отправлять на фронт своих родственников. При этом никаких достоверных независимых данных, подтверждающих гипотезу о воинственном большинстве россиян, нет. Публикуются различные социологические опросы об отношении россиян к войне, многие из которых показывают, что большинство жителей якобы поддерживают спецоперацию. Однако многие ученые подчеркивают, в условиях пропаганды, цензуры и репрессий такие исследования вряд ли отражают реальность. Вместе с тем источники отмечают, что партия мира в лице крупнейших бизнесменов и большинства гражданских чиновников также недовольна действиями Путина, так как не видит с его стороны реальных шагов по достижению мира с Украиной. Зато замечает многочисленные трудности в экономике. Проблемы уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон. Транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал. Так говорят близкие к правительству источники. И добавляют, что до начала войны в Кремле никто не просчитывал вариант полного отказа европейских стран от импорта российских нефти и газа. Такое эмбарго все же обсуждается, но кремлевский фюрер и воинственная часть его окружения до сих пор не верят, что эти угрозы со стороны Запада будут реализованы. Путин просто не хочет думать об экономических трудностях, которые очевидны для большинства чиновников и тем более не хочет связывать их с войной. Эту точку зрения бункерный дед высказывал и публично. Например, когда губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече с Путиным так объяснил спад в строительной отрасли. «После начала специальной военной операции временно нарушились логистические связи. Мы все-таки много закупали за рубежом и были ориентированы на транзит через территорию сопредельных государств. Нам понадобилось время для того, чтобы адаптировать поставки к новым реалиям. Это сейчас сделано». В ответ кремлевский фюрер несколько раз заявил, что с войной трудности связывать не стоит. «На эту нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. У вас спад был еще в 2020-2021 годах, причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем». Близкие к администрации президента и правительству источники отмечают, что на таком фоне во власти все чаще обсуждается тема будущего после Путина. «Это не о том, что Путина прямо сейчас хотят свергнуть и готовиться заговор. Но есть понимание или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет», поясняют источники. «Президент наворотил, но потом все можно будет исправить, как-то договориться». В Кремле негласно обсуждаются даже фигуры преемников бункерного деда. Среди них мэр Москвы Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Медведев и первый заместитель главы администрации президента Кириенко, который в последнее время регулярно общается с Путиным по поводу Донбасса. Чиновник стал кремлевским куратором этого региона и по поводу экономики. При этом информация источников о планах самого Кириенко расходится. Некоторые считают, что он хочет как минимум стать премьер-министром. Другие уверены, что своей активностью он пытается доказать эффективность на должности в администрации президента. Однако многие подчеркивают, сейчас Кириенко, как и, например, глава Росгвардии Золотов, входят в ближний круг Путина. Сейчас в нем те, кто участвует в операции, руководит войсками, занимается Донбассом. Президент на войне. Эти люди могут зайти за красную линию, то есть звонком разбудить президента. Вместе с тем, даже при обсуждении Кириенко и других гипотетических преемников, все во власти понимают, Путин может покинуть пост президента только при серьезном ухудшении состояния здоровья. Стоит заметить, что Бункерный очень беспокоится о своем организме. Он увлекается нетрадиционной медициной и по совету Шойгу принимает ванны из экстракта рогов оленей. Кроме этого, ездит в Сочи в сопровождении огромной бригады врачей. Но в итоге стоит заметить, недовольство высокопоставленных чиновников ни в чем, кроме разговоров друг с другом, не проявляется. По выражению близкого к федеральному правительству собеседника, люди плюются, но все равно работают, ставят страну на военные рельсы. Например, в Кремле не отказались от идеи провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также занятой российскими войсками Херсонской области. Когда именно они могут пройти, зависит от ситуации на фронте. Пока самая реалистичная дата – начало сентября, в единый день голосования. По словам источников, в те же сроки может пройти референдум о присоединении Южной Осетии. Те же источники не исключают, что вместе с референдумами в самопровозглашенных республиках Донбасса может пройти плебисцит о слиянии с Россией в Беларуси. Но это если удастся продавить Лукашенко, который от такого сценария всячески уходит. В итоге, что же мы видим сегодня? Кремлевский фюрер загнал себя в прокрустово ложе собственных же решений и действий. Думаю, что не так он себе планировал тихую старость обитателя Олимпа. Все это прекрасно описывается замечательной китайской поговоркой. Скачущему на тигре трудно слезть. Путин уже не может слезть, спрыгнуть или как-то проскочить между струйками. Он это понимает и все это тоже понимают. Если Путин покажет слабину, рейтингу капут и деда сожрут в одну секунду. Поэтому кремлевский фюрер ставит на карту все. Он будет идти до конца. Однако же вабанк Путина все больше напоминает неоправданный блеф с плохо сделанным покерфейсом. И по ощущениям все решится уже в этом году. И далеко не в пользу Путина. Главное, чтобы российские элиты поняли, на кого им нужно молиться. А молиться им нужно на ВСУ – Вооруженные Силы Украины. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Патреон, это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, пользуйтесь новой функцией Ютуба-спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!